что делать если покупатель скажем так намеренно приобретают просрочку и в ходе судебного заседания об этом как бы ну не отрицает говорит об этом и судья ему в исковых требованиях полностью оказывает ввиду того что он намеренно купил просрочку да да именно так и происходит что человек который намеренно то есть которая про хочет обратиться в суд он намеренно покупает просрочку иначе не доказать не доказать иначе потому что чтобы доказать что ты в этом магазине купил просрочку ты должен это зафиксировать на видео либо со свидетелями и тому подобное ну если ты это не сделаешь в процессе покупки да то как ты это потом суде будешь доказывать то они будут говорить все что угодно и говорят и говорят так вот то что человек вот моя точка зрения то что человек умышленно покупал просрочку это как раз и доказывает то что он нравственно понес какие-то страдания почему потому что он осознавая что он покупает просрочку осознавая что он тратит свои деньги осознавая что он тратит свое время желая наказать магазин за продажу просрочки естественно желая позиция да он пошел на все это на трату своего времени на трату своих денежных средств на сбор доказательств неопровержимых с помощью видео фото там чека и тому подобное конечно же судья не вправе отказывать тем более есть разъяснение верховного суда что нам главное установить сам факт нарушения прав потребителей а факт установлен все и там не сказано о том что вот умышленно не умышленно он это делает но потому что он специально фиксирует это сбор доказательств называется нарушение прав потребителей когда это просрочка на прилавке лежит вот в принципе можно даже не платить за эту просрочку сам факт что она лежит можно ее просто вскрыть и как вот мы делаем на видеокамеру взять ее там частично съесть или полностью съесть ну там если ты знаешь что-то там не отравить а там едину какой-то нерискованный продуктом условно говоря хлеб черствую да она просроченный вряд ли хлебом отравишься ну да вкусовые качества не те будут вот и не оплачивать все равно причинен моральный вред да можно на кассе сказать что я готов оплатить но если они готовы взять деньги за просроченный товар как бы вот зафиксирована на видео вот этикетка где указано что просроченный этот да то есть не обязательно оплачивать и нарушение она состоит не с момента продажи покупки а с момента реализации выставления на реализации то есть оферта то есть предложение заключить договор то есть на моем месте мог быть другой человек ребенок там 14 лет ему разрешено делать вот эти мелкие сделки да там вот а купли-продажи розничные такие купли-продажи но он в силу своей неграмотности и там это он просто может ну не проверять и мы вообще не должны каждый раз приходить магазин и проверять сроки это обязанность работников магазина мы должны взять любой товар и быть уверены что мы его купили качественный да не должны мы делать их работу согласен с вами можно извратить так решение суда что она по сути будет как отказ то есть судья удовлетворила взыскать моральный вред с магазина магнит в размере 500 рублей получается моральный вред за эпизод вот это вот решением а мы заявляли 30 тысяч за каждый эпизод мы исходили из того что есть уже какая-то судебная практика смотрели какие суммы взыскивают в других регионах ну понятно что не везде взыскивают там 30 тысяч но чтобы 500 рублей взыскать за компенсацию морального вреда когда у нас суд длился там несколько месяцев несколько судебных заседаний было то есть вот на данный момент и это рассчитываю как на рассматриваю как плевок правосудия вот у меня есть эмоциональное выступление на эту тему вот когда мы суда выходим там не дениска заснял как я вот это все как бы но я просто был как бы немножко не ожидал то есть для меня было как-то более понятно если бы она отказала удовлетворение а когда человек выносит 500 рублей но можно еще было вынести там 400 там 65 рублей столько-то копеек вот вот насколько человек должен быть мелочным чтобы оценивать наши его допустим страдания потребителей вот такую сумму то есть вот она получает но суди там получает данного уровня не менее по моему 200 тысяч рублей в месяц но помнимение а так скорее всего и более вот и как можно оценивать на эту в эту сумму то есть с одной стороны она удовлетворила из удовлетворила но его аннулировала обесценила хотя есть есть различные разъяснение верховного суда на эту тему я номер сейчас не помню потому что я это просто как как тексты в интернете видел что вот верховный суд высказал свое мнение о том что недопустимо выносить скажем так компенсации морального вреда в маленьких суммах несмотря на то что это на усмотрение судьи но все равно даже верховный суд обращает внимание что вот эти размеры должны все-таки какими-то быть разумными потому что что такое 500 рублей это смешно вот я не знаю она может быть еще раз меня услышит судья это но 500 рублей по моему это перебор вот такая проблема есть у судей есть еще такая проблема что судьи понимают что и скорее всего с этим связаны маленькие компенсации и попытки там сделать вид что они не знают законодательства о защите прав потребителей хотя уверен на 200 процентов судьи прекрасно знают не хуже нас о том что есть определенные нормы они все это знают на мой взгляд они умышленно у меня даже были случаи когда судья требовала заплатить госпошлину по делу о защите прав потребителей такого маразма происходит но я уверен на сто процентов что они это делают умышленно это не с точки зрения что они юридически неграмотные но так быть не может все-таки это судьи у них выше юридическое образование у них огроменный опыт практика и тому подобное просто чтобы человеку создать вот эти препятствия и максимально даже они получаются затягивают рассмотрение дела чтобы потом не было желания чтобы как это вот давалось не так легко потому что если завтра все ломанутся на нашем примере в суды и будут взыскивать там хотя бы хотя бы по пять тысяч за эпизод да вы представляете что будет и так сейчас суды перегружены это так мы обидели этого судью что она себя так повела ну это это вот это как им сказать быть мелочность это мелочность это супли противно вот честно тебе противно 500 рублей это понятно не не давай это говорится говоришь но это просто плевок реально плевок просто беспредельно снимаешь что не конечно не знаю блин дамы и господа несмотря на то что решение в нашу пользу кто-то должен радоваться наверное ну кто-то наоборот плакать я считаю что судья умышленно совершила действия которые подрывает авторитет судебной власти и позорит конкретную судью за принятое решение а в чем суть суть сыр бора в том что по закону судья понимала что не может она отказать нам в компенсации морального вреда потому что все факты установлены но это нужно сделать как-то нужно сделать и сделать сделать так чтобы ну применю такое слово надругаться над правами человека гражданина покупателя потребителя как угодно просто надругаться почему потому что полгода нашего судебного разбирательства по двум эпизодам по продаже просрочки она вынесла компенсацию морального вреда 500 рублей люди вы вы вздумаетесь судья который имеет наверняка зарплату больше полумиллиона оценивает на наши страдания в 500 рублей мы только на судебные заседания когда приезжали тратили на бензин в разы больше вот на мой взгляд это это не решение это унижение человеческого достоинства мы не требовали какую-то большую сумму 30 тысяч за скажем так компенсацию морального вреда за причиненные скажем так нравственные страдания тот дискомфорт который мы испытали а вы по нашим роли роликом видели что мы там часами находимся в магазине частенько скажем так вступаем в перепалки словесные там иногда даже физическую силу в отношении нас принимают применяют слава богу мы еще и не применяли но я лично готов на это если станет вопрос о том защищать свои права жизнь там здоровье я не дрогну я знаю что делать так вот оценили наш наш моральный вред ваш моральный вред 500 рублей вот граждане задумайтесь об этом об этом кто судит нас и какие выносит решения даже когда невозможно принять иное решение его так искажают так извращают чтобы просто отбить желание обращаться в суд но мы не сдаемся